МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для кого старт, для кого финиш. Путина дикого лосося-2016 началась на этой неделе и сразу увелась дистанции рыбаков-дрифтеров. Тихоокеанских лососей с этого года ловят по особым правилам. На законодательном уровне впервые был запрещен дрифтерный лов. Мы выдали разрешение судам, которые до этого осуществляли дрифтерный промысел. Мы выдали им на разрешенные орудия лова, которые имеют более селективный порядок. Сейчас посмотрим, не будут ли эти орудия лова, которые сейчас есть и предусмотрены, использоваться ими как орудия прикрытия. Когда, где и какую рыбу ждут в этом сезоне рыбопромышленники? Это карта миграции лососей. Уже в мае Чивыча появляется в реках Камчатки, а первая Сима заходит в реки Сахалина. В июне лососи ждут в реках Чукотки, Магаданской области и Хабаровского края. Подходы горбуши начинаются на северном побережье Охотского моря и на северо-востоке Камчатки. Затем подключается Сахалин, западное побережье Камчатки и Хабаровский край. Промысел горбуши продолжается до начала сентября и главным образом сосредоточен на северо-востоке и юго-западе Камчатки и на востоке Сахалина. Кита приходит на Камчатку, Сахалин, также в Хабаровский край. Там ее ловят с июля по сентябрь. В это же время ловят и нерку. Еще позже, с августа по сентябрь, рыбаки добывают кижуча. Рыболовецкая иерархия лососевых уже расставила экономические приоритеты Путины. Нерка – самый доходный вид в России для бизнеса. Ну, я имею в виду по-тихински, да? Нерка самая дорогая. То есть, в принципе, дрифтерная нерка сопоставима по цене с мясом крабов. На втором месте кита, горбуша самая дешевая. В минувшую среду в камчатских реках появилась первая красная рыба. В Усть-Камчатском районе рыбаки вышли на промысел чавычи, самого раннего лосося. В речке, где на верхних участках ситуация вроде немножко получше, на нижних похуже. Не вода пока слабенькая, но мы предполагаем, что был отлив, сейчас начинается прилив, рыба пойдет по приливу. Надеемся, что к вечеру рыбы будет побольше. Вот, Путина началась размеренно, хорошо, своевременно. 184 тысячи тонн. Именно столько лосося ждет в этом сезоне Камчатка. Результаты лососевых путин сравнивают по четным и нечетным годам. Если между так называемыми урожайными 2013 и 2015 годами вылов сократился на 6%, то в этом сезоне ученые прогнозируют, что общие объемы вылова лосося будут ненамного ниже, чем в неурожайном четном 2014. Конечно, мы рады Путине. Люди начинают зарабатывать деньги, которые ждут всю зиму. Началась она, я скажу, нормально. Без поломок, без эксцессов. Рыбы, ну, не сказать, что много, но начало есть. Однако лососевая Путина 2016 готовит сюрпризы. Численность киты по Дальнему Востоку российскому возросла в 5 раз. Хорошая как бы рыба. Амурские киты в 17. Вот такое чудо тоже как бы непонятное. Мы прогнозируем ее уверенно. Ловим порядка 30-40% от общего вылова. По прогнозам, в Путину 2016 Сахалинская область сможет выловить 105 тысяч тонн лососевых. Это больше, чем в прошлом году. В Приморье удачный подход лосося может увеличить вылов в 15 раз по сравнению с прошлым годом. На Камчатке и в Магадане Путина обещает быть стандартной для так называемого нелососевого четного года. Главный вопрос, каким образом Тихоокеанская Красная доплывет до центральных регионов страны? В прошлом году общими логистическими стараниями удалось увеличить ее поставки на 15%. В этом ждут как минимум аналогичные прибавки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова